Привет, друзья! Продолжаем тренироваться дома. В этом видео поджимаемся, проведем тренировку. Тренировка будет направлена на отжимания узким хватом. И примерно расскажу, что и как задействуется, как отжиматься, как работать и так далее. После разминки приступаем к выполнению упражнения. Если говорить про отжимания в общем, то сама структура при отжиманиях, я уже, наверное, рассказывал, необходимо напрягать все тело, начиная от рук, особенно живот у некоторых проваливается вниз, не слезят за ним. Очень большая статическая работа производится на мышцы брюшного пресса. Необходимо также напрягать ноги, то есть, чтобы ваша вся конструкция была напряжена. Нельзя отжиматься просто одними руками, провалившись в живот, вот так, и что-то там отжимать. И ждать от этого большого результата. Для того, чтобы отжиматься, необходимо прочувствовать, как вы стоите. Необходимо хорошо чувствовать себя в этой позиции. Если говорить про узкую постановку рук, так называемое алмазное отжимание, это отжимание, при котором постановка рук чуть уже плеч, но в зависимости от анатомии или подготовки, сильно узко руки не ставьте, могут болеть очень сильно плечи, локти. Необходимо ставить руки, чтобы вам было комфортно выполнять это упражнение. Если вы не можете его выполнить, то вы еще не готовы. Отжимайтесь немного в упрощенном варианте. Можно отжиматься с колен, как я уже говорил. Тот, кто уже отжимается хорошо, могут отжиматься в нормальной позиции. Итак, закрепили живот, руки напряжены, и пробуем отжиматься. Отжимания такие, пытаемся коснуться грудью. И в подходе можно делать 12-15 раз. Можете делать с паузой внизу, с паузой вверху. У кого-то хватает подготовленности. Самая главная, отличительная характеристика от широкой постановки рук. Здесь у нас задействованы преимущественно мышцы рук. Также, если у вас хорошая подготовка, можно немного пробовать выводить центр тяжести в ту или иную плоскость. Это пробовать отжиматься с такой же узкой постановкой рук, пробовать отжиматься к нижней части пресса. Либо наоборот, становиться на локте. И таким образом, когда вы начнете отжиматься, вы будете себя тренировать. Можете включать различные постановки рук. В этом видео мы говорили о узкой постановке. И здесь работают преимущественно руки и трицепсы, в частности. Можете выполнять несколько подходов, если не хватает у кого-то подготовленности. Можете выполнять эти отжимания с колен, что также очень отлично скажется на вашей прогрессе в дальнейшем. Также вы можете, если вы собираете себе комплекс каких-то отжиманий, либо вы можете делать определенное количество подходов в определенной амплитуде. Здесь тоже не запрещается. Можно наполовину, можно где-то в статике наполовину подержать свое тело. То есть тут тоже все зависит от того, как вы настраиваете свою тренировку. Тут такой правильности нету, что вот правилами оговорено так и так. То есть вы можете выполнять до половины, если не хватает вам силы. Можете делать паузу сверху, можете ее не делать. Можете делать снизу статическую паузу, удерживая себя. Также будет очень хорошо прирастать силовые показатели. Обращайте внимание на правильное удержание своего пресса, дыхания, когда работаете. Наверное, все, что хотелось сказать. Отжимайтесь. Отжимания – такое интересное упражнение, которое можно выполнять своим собственным весом. Преград и границ никаких нет. Можете отжиматься потом как хотите. Хотите с весом, хотите на большое количество повторений. То есть все будет зависеть от вас. Всем пока. Подписывайтесь на канал, смотрите следующие видео.